Ну что же, о роли случая в компонитерском творчестве? Ну вот, первое, что я хочу сказать Я бы хотел бы начать вот этот случай с того, что компонитеры иногда получают письма от слушателей, от зрителей от тех, кого его творчество интересует и это, наверное, очень важная подпитка потому что, когда она есть компонитер понимает, что он действует не в безвоздушном пространстве а есть люди, которые его хотят слушать и при этом совсем не обязательно, что он должен показываться по телевидению регулярно и там где-то мелькать и так далее поскольку я член Союза композиторов то есть в нашем Московском Союзе наверное, около 700 членов это довольно много и, конечно, мы как-то связаны с Союзом и это тоже очень хорошо потому что это единственное место, где профессионалы могут говорить с профессионалами таких мест очень мало и, естественно, у нас там есть секретариат и, естественно, туда приходят письма и я прихожу как-то туда по каким-то своим делам а секретарь мне говорит Игорь, есть письмо из Франции для тебя ну, я, значит, тут, естественно вот, и она мне дает это письмо ну, первое, конечно, это уже приятный шок Франции и так далее, и так далее, и так далее второе, это то, что я открываю это письмо естественно, оно написано по-английски но это, в общем, ничего это все тоже в полном порядке оно адресовано мне и сверху написан адрес этой человека, который писал это оказалось Сюзанна Лопес из Парижа, девушка она написала мне 26 марта 2006 года так давно это было но, тем не менее сейчас уже совсем 21 год совсем далеко и что же она написала она пишет дорогой мистер Рехин мне 16 лет и музыка моя страсть я собираю различные произведения слушаю, в том числе, ваши и я нахожу ваши сочинения очень впечатляющим и необычайно артистическими ваши сочинения я нахожу их великолепными мой Боже, что делать завтра я буду очень рад получить ваш автограф на этой маленькой карте которую я вам присылаю пожалуйста спасибо большое вот это копия этого письма вот как это все выглядит есть где-то, по-моему, у меня и оригинал но я его не мог найти неважно во всяком случае понимаете приятно это или нет конечно приятно я подумал господи как этой молоденькой девушке нужно было понять куда писать ей кто-то должен был сказать чтобы поскольку не знает нам его адреса знает только музыку что можно куда написать вот только как она дошла путь как она нашла вот эту дорогу в союз композиторов с тем, чтобы можно было это все как бы сделать провести это, конечно, для меня очень большая приятная радость которая стоит очень много теперь о том что у меня в жизни происходило несколько таких вот судьбоносных событий которые связаны были с моими сочинениями ну поскольку всего было довольно много я выберу только несколько из них которые мне представляются интересными ну будучи студентом Ленинградской консерватории я очень заинтересовался органом это было время 1900 где-нибудь 65-66 67-68 то есть время когда что-то происходило с одной стороны мы видели что идет авангард очень плотный с другой стороны мы видим что происходит интерес к классической музыке в частности органной появляются концертные залы в разных местах появляются органисты концертирующие чего практически до этого как-то особенно не было заметно теперь в Петербурге в капелле и в большом зале филармонии устраиваются концерты и я тоже стал ходить на эти концерты мне орган очень понравился и тем не менее была еще одна мысль почему я все время думал об органе когда я еще учился в училище и мне наверное тогда было лет 16-17 мы изучали творчество Баха говорили о пасьонах говорили о его клавирной музыке о его других сочинениях и наш преподаватель по истории музыки Надежда Петровна Розова кажется если я боюсь забыть ее имя нормальное она сказала нам интересную вещь если вы хотите послушать орган то вы можете его услышать в Ковенском переулке в Питере и там бывают службы можно на них прийти и послушать и вот тогда может никто не обратил на это внимание мы учились вместе с Сережей Баневичем там еще несколькими людьми как-то они прошли мимо этого а меня это очень заинтересовало и я отправился туда и пришел в воскресенье и попал на церковную службу и услышал орган и я должен сказать что это на меня произвел очень сильное впечатление и потом я постоянно как-то об этом ощущении об этом ощущении моем постоянно помнил и слышал а тут прогуливаясь около малого зала консерватории там в милом таком тихом месте идет мимо очень хороший по тем временам органист Марк Борис Шахин который концертировал много и так далее и я его слышал и я подошел к нему и сказал Марк Борисович вы знаете я вас слышал вы мне очень нравитесь замечательный органист и у вас хорошая музыка а не хотите ли вы написать для органа что-нибудь я буду играть ну я тогда уже совершенно чуть не упал в обморок с гостиной подумал знаете я никогда не писал для органа но я попробую и вот представляете себе что мое первое ощущение с органом было какое я все время сочинял на фортепиано когда я подошел к органу в консерватории там можно было зайти в один органный класс и по крайней мере что-то такое попробовать попроситься и когда я нажал на клавиши органные я держал его и звук у меня тянулся все время и это было совершенно первым открытием того что на органе то звук тянется на органе звук тогда только уходит когда мы снимаем руку тогда пропадает звук у органа есть педали это еще одна совершенно потрясающая вещь и наконец для органа написана масса замечательной музыки но очень мало было написано отечественными композиторами Глазунов у нас написал там можно просто по пальцам посчитать кто там еще что-то такое написал для органа и все Тищенко кажется потом вот немножко меня старше потому что у него была дочка органиста профессора Брауда его жена но я так понимаю это всегда когда уж так или иначе как-то к органу подойдет и он поэтому написал свои органные пьесы но больше никто ничего не писал и я подумал я попробую и тут вот сработало какой-то может быть мой прошлый опыт моего слушания органа в соборе может быть что-то еще но когда я начал писать у меня уже были какие-то музыкальные образы то есть не просто я писал какую-то абстрактную музыку но из этого образа возникало первое ощущение как я потом его сформулирую для себя это ощущение храма с витражами витражи храмовые создают определенное там тоже изображение какое-то вот первая часть у меня возникала из этого то есть она вот возникает из такого состояния вот это вот архитектура архитектурная часть там еще витражи вторая часть получаются витражи потому что она более так сказать более подвижная более разнообразная и третья часть которую я долгое время никак не мог сочинить таката оказалась самой такой играемой исполняемой и она очень хорошо заканчивает всю эту самую всю эту я нашел там звучание колоколов и вот на фоне какого-то вот такого движения звучание колоколов дало вот ощущение этого органа и это было тоже для меня потрясающим открытием и самое главное что потом было для меня я еще там был только студентом консерватории Шахин сказал в 66 году 66 год Игорь мы сейчас порепетируем к этому времени я уже дал ему ноты кажется он позвал меня на репетицию чуть ли не первого января 66 года а пятого или шестого в Риге состоится премьера поедем я сказал конечно поедем обязательно все он поехал и я приехал тоже Рига город который он никогда не был красивейший совершенно город мне говорят Игорь это маленький Париж но это конечно не было Парижем но это был другой город с другой культурой с другой ментальностью человеческой с другими лицами и все что угодно афиши на которых там Лист Бах Франк Рехин Боже ты мой Домский собор и когда я уже туда попал я понял что Домский собор это был вообще ну потрясающее место потому что там один из самых больших органов был просто в Советском Союзе во вторых это был орган механический то есть орган когда нужно было продавливать этими пальцами это древнейшая культура когда я вот на все это посмотрел когда он это сыграл в начале для меня порепетировать потому что органисту нужно регистры расставить у всех органистов разные регистры во всех органах и органист приезжает за несколько дней заранее чтобы попробовать это все потому что тембров огромное количество орган это целый оркестр ты можешь делать такие тембры или такие какие есть у органа и потом когда я это все послушал у меня что-то внутри произошло я понял что что-то в этом есть и там еще был директор случайно оказался из моей музыкальной школы в которой я работал в Петергофе говорит а я был на вашем концерте слушал мне очень понравилось все хорошо кроме одного я приехал в консерваторию и значит как-то обмолвился что вот был концерт тут на кафедру донесли как Рехин поехал без разрешения надо было вот можно мне вот я написал ничего такого не было все Рехин исполняемый композитор все и у меня уже до этого я вот у Арама учился Хачатуряна в Несенке у меня были пятерки все время отлично тут уже появилась такая вот давить 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 не пущать и вот так получилось но то чувство и тот импульс который у меня образовался он не потерялся потому что потом уже спустя еще много лет к победе у нас получается какой 76 год появляется Ода Миру концерт для органа и это следствие того что было в этом произведении я бы никогда его не написал если у меня бы не было такого опыта но опыт появился и я поэтому написал это произведение и оно в каком-то смысле объединяет все вместе и мои первые ощущения органные и чилософию органной музыки я тогда познакомился ближе с Брауда профессором консерватории у которого даже немножко уроков каких-то взял и наконец Хуго Липнормом эстонским органистом замечательным который учился во Франции он там учился и мы с ним как-то подружились переписка была и он мне сказал такую орган это голос Бога и второе когда я начал писать эту Оду Миру она тоже имеет какой-то религиозный подтекст почему первая часть называется Алмус молитва вторая Беллум война третья получается у нас Ля Кремоза или вот и наконец финал Дона Ноби Спацан это финальная часть мессы католической даруй нам мир вот это все вместе соединилось вот это все оказалось частью моей так сказать органной жизни и частью моей органной музыки и у меня появился тоже органист очень хороший Алексей Шмидтов прекрасный органист сейчас он по-моему доцент московской концертой ведет орган много гастролировал много играл и представьте себе что он начал работать в Сирии в Дамаске и поскольку мы с ним были связаны каким-то образом что он там сделал вот русский человек активный несущий культуру он увидел что в одной католическом соборе Святого Антония в Дамаске ну службы идут но орган есть но поломан он добился того заинтересовал священника чтобы призвать органного мастера призвали органного мастера из России который сделал там настроил орган привел его в порядок и Алеша который там преподавал в Сирии консерватории Алексей Шмидтов стал там давать каждый месяц органные концерты вот русский человек который сделал колоссальное дело я стал проситься чтобы тоже приехать потому что он тоже играл и мои сочинения и Сюиту и Уду Миру я говорю Алексей ну я хочу обязательно приехать потому что Сирия это потрясающая страна совершенно вот когда я обо всем смотрю и думаю счастливый человек что я там тоже побывал и вот в одно прекрасное время какой-то 2006 или 2007 год я наконец договариваться что я приеду а что он будет играть а он тогда будет играть органный концерт и я приезжаю и представляете себе прилетаю ночью выхожу с самолета выхожу в город но там не встречают одни мужчины ходят по городу а где женщины нет женщины не могут выходить это восток после 8 часов вообще там все как в старые времена абсолютно ничего не происходит он работает и говорит знаешь какой у меня завтра порядок завтра будет свадьба одной сирийской девушки и одного итальянского значит парня и завтра я буду играть на этом органе так что приходи все а потом естественно мы будем там пьянствовать и пировать конечно туда я уже не попадаю но даже это не важно и вот я прихожу церковь вся украшена белыми розами под свадебный марш мендельсона идет это пар и он вот как бы участвует вот в этом значит служении и благодаря вот всем вот видите что такое орган что такое обстоятельства которые связаны со всем этим я оказался и связанным с органной музыкой что очень здорово потому что это великая культура я что-то там тоже понял я понял там какие-то очень важные вещи которые есть в органе и понял что такое нормальное голосоведение полифоническое наконец я оказался в Риге тоже в потрясающем соборе потрясающее впечатление потрясающей культуры и далее еще у меня появилось одно место где я был это была Пицунда там тоже были устраивались органные концерты и был органист Гарри Коняев который сейчас живет в Германии который тогда первый потому что а там какая была история как открыли орган дело в том что Пицунда это была местом паломничества туристов СГДР которые они не могли ехать на запад куда-то так сказать в Испанию в Италию их всех вот пожалуйста хочешь отдыхать на юг давай Пицунду предлагают Пицунду все хорошо но там если там нет ничего они скучают они говорят ну тут ничего нет а что бы немцам сделать давайте им орган сделаем и в этом в монастыре который там был поставили орган и начались органные концерты и вот в один из этих раз я еще и оказался в Пицунде и послушал свою собственную музыку органные концерты с этими с немцами значит послушал и вот там вот оказалось что такое орган что такое органная музыка и как это отразилось на моей как бы биографии сколько я всего узнал тоже если бы этого ничего не сделал ну наверное ничего бы не было это вот первая история связанная с органом из белого он Субтитры создавал DimaTorzok